Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадик и вы на канале про дизайн и фриланс. Это видео для тех, кто хочет освоить новую для себя профессию, но не знает с чего начать. Видео для новичков, поэтому говорить я буду простым человеческим языком, опуская нюансы, но профи всегда могут меня поправить в комментариях. Сегодня я расскажу, как проще всего войти в IT, если у вас нет за плечами специализированного технического образования Программирование сейчас самая хайповая профессия. Средняя зарплата по Москве 150-200 тысяч рублей в месяц. При этом государство предоставляет айтишникам льготную ипотеку под 3%, на это уже направлены полтора миллиарда рублей из бюджета. Все дело в том, что значительная часть IT специалистов покинула Россию в последние месяцы, и на рынке возник дефицит. Почему так вышло, вы наверное уже догадываетесь, но видео не об этом. Сегодня я расскажу, как проще всего войти в IT, где лучше работать и что конкретно надо изучать, чтобы найти работу своей мечты. Ставьте лайк, подписывайтесь, следующее видео кстати будет про дизайн и мы начинаем. Для новичка проще всего войти в программирование через фронт-энд. Те, кто мечтали писать операционные системы, драйверы и движки для игр, то есть заниматься серьезным низкоуровневым программированием, скорее всего готовились заранее. получали высшее образование в технических вузах, участвовали в хакатонах и выигрывали олимпиады. И они вряд ли смотрят это видео. Фронт-энд это хороший старт для тех, у кого нет профильного образования. Для гуманитариев, для тех, кто сразу после школы хочет начать зарабатывать. Ситуации у всех разные. Есть мнение, что за несколько месяцев ничему полезному научиться нельзя. И для того, чтобы стать программистом, обязательно надо учиться несколько лет. Это не так. Было бы желание. Одна моя подруга закончила вышку по профессии педагог, и немного поработала в школе. Ей почему-то это не понравилось. А дальше, под влиянием друзей, она перешла во фронт-энд. Там мы с ней и познакомились в одной очень известной дизайн-студии. Отработав несколько лет по новой профессии, она создала свою компанию, которая помогает превращать макеты дизайна в реальные сайты. Фронт-энд, а по-другому верстка, это условно превращение макетов дизайна сайтов в конечный продукт. Дизайнеры рисуют и проектируют, а фронт-энд пишет код, чтобы сайт работал. Тут сразу небольшой дисклеймер. А как же Тильда? Тильда – это самый популярный конструктор сайтов, на котором можно сделать практически все, что угодно. Даже многие сайты победителей премий сделаны на этом конструкторе. Даже не хочу сейчас на этом подробно останавливаться. Заходите на Awards, вбивайте Тильда и сами увидите, что можно сделать на этом конструкторе. Действительно, Тильда выжимает начинающих верстальщиков с рынка. Для микробизнеса проще и выгоднее сделать сайт на конструкторе. Но, во-первых, даже небольшие заказчики со скромными бюджетами не могут смириться с ограничениями этого конструктора. Если вы посмотрите сайт Тильда, каждый день там возникают новые задачи, для решения которых нужен специалист, который умеет писать код. Это будет неплохая подработка для начинающего фронт-энда. Но главный секрет хорошего дохода в том, что фронт-энд не должен быть фрилансером. Ему нужно идти в компанию. Многие думают, что фронт-энд просто верстает какие-то прикольные странички. А на самом деле он решает множество проблем, которые могут возникнуть с версткой. Например, дизайн разваливается на каком-то особом разрешении экрана. Или неправильно работает в старой версии браузера. Или программисты со стороны заказчика добавили функционал и в верстке возник баг. Да, звучит не очень интересно, но вспомните о зарплатах и льготах. Когда я говорю о работе в компании, это вовсе не обязательно работа в офисе. Многие перешли на удаленку. То есть вы обязаны быть в рабочее время на своем рабочем месте, в котором может быть ваш любимый диван. Тут главное, что компания за вашу работу платит ежемесячную фиксированную зарплату. И вы не беспокоитесь о поиске новых проектов. Пара слов о том, почему я, дизайнер, решил рассказать вам о фронтенде. На самом деле эти две профессии, дизайн и верстка, они не просто родственны, они стремятся навстречу друг к другу. Например, в крупных корпорациях вроде Яндекса, где конверсия и соответственно доход компании зависит от мельчайших деталей, вроде размера и цвета конкретного заголовка, дизайнеры работают сразу с кодом. И так быстрей. В свою очередь, популярные программы для дизайнеров, вроде скетчей и фигмы, перенимают подходы программистов. Например, компоненты. Они как переменные в коде, поменял в одном месте, изменилось везде. Это звучит так просто и логично, что даже сложно представить, что когда-то в фотошопе дизайнеры рисовали всё вручную. Например, пришёл коммент по кнопке, и в нескольких макетах её поправили, а где-то забыли, потом начали делать новую страницу и поленились посмотреть какого размера были заголовки в предыдущих макетах. В результате всего этого накапливались куча несовпадений ошибок, которые решал верстальщик, пытаясь угадать, что имел в виду дизайнер и какая версия дизайна последняя. Сейчас дизайнеры делают всё правильно, на компонентах, и фронт-энд наконец-то может сконцентрироваться на своей основной работе. Записываю ролик в перерывах между дрелёжкой стен, спасибо соседям. Раз уж я заговорил о дизайне, а есть такие люди, которые выбирают между дизайном и программированием, необходимо отметить, фронт-энд более востребованная и более высокооплачиваемая профессия, чем дизайн. Скорее всего это связано с тем, что дизайнерам очень легко притвориться. Любой человек может взять чужие работы и постараться произвести хорошее личное впечатление. Часто решающим моментом при приёме дизайнера на позицию Джуна является так называемый «огонь в глазах», то есть желание работать в компании. Я работала и в скетче и фигме, и я думала, что меня прямо сейчас батл такой устроит, что лучше скетч или фигма, и я буду говорить все плюсы и все минусы, ну в общем что-то в этом роде, я думала, будет. На самом деле меня и об этом не спросили. И все эти тысячу раз, когда я пробовался на позицию дизайнер интерфейс, меня ни разу не спросили ни что такое xy дизайн, ни в какой программе я работаю и какая программа лучшая, ну вот. У фронтендов так не получится, к ним требования более конкретные. И так, что вы должны знать, чтобы устроиться на работу верстальщиком? Первое, что вам потребуется изучить – это HTML – язык разметки сайтов. Без этого дальше не продвинуться, ведь это каркас сайта, вы должны разбираться в базовых тегах и в атрибутах, понимать анатомию HTML разметки, а также быть в курсе доступности и основ SEO. Следующий этап – это изучение CSS. CSS – это язык описания внешнего вида страниц. Вам надо освоить блочную модель и позиционирование содержимого, компоновку, выравнивание и центрирование элементов, а также их видимость, почитать об адаптивности и отзывчивом дизайне. Далее переходите к медиазапросам, чтобы учитывать технические параметры различных устройств. Неплохим бонусом станет навык работы с CSS Grid и Flexbox. После углубляйте знания, изучая архитектуру и препроцессоры. Те знания надо сразу закреплять на практике. Для этого придумайте для себя какой-то простой проект и работайте над ним, важно, не совершайте ошибку многих начинающих верстальщиков, не надо просить макеты у начинающих дизайнеров, чтобы потренироваться. В общем дизайнеры почему-то считают, что не нужно делать UI-кит. Для вас с UI-китом будет работать гораздо проще, а разработчики так вообще поцеловать вас будут, если вы покажете это все там, а не где-то в скрытых слоях и в скрытых группах в самом дизайне. И тем более не стоит сразу пытаться брать реальные заказы. Начинающие дизайнеры с Behance лепят все как попало, лишь бы блестело, ну а дешевые заказы это нагромождение ошибок в старом коде. Сначала научитесь работать в идеальных условиях, когда вы делаете что-то с нуля. После уверенного освоения верстки страниц переходите к изучению джава скрипта. На плечи этого языка ложится функциональность сайта, действия по нажатию кнопок, заполнение форм, прослушивание событий, запуск триггеров и многое другое, на этом языке написано множество фреймворков, то есть библиотек, нужны они для того, чтобы использовать готовые функции и не писать их с нуля. Обычно именно знание определенных фреймворков это основной критерий, по которому компании ищут себе специалистов, они перечисляют их прямо в вакансиях и от них зависит ваша зарплата. К зарплатам мы еще вернемся чуть позже, а сейчас главный вопрос, что де- делать, если вы ничего в этом не понимаете, то есть даже не знаете куда копать и что искать в интернете, и при этом у вас мало времени. Во-первых есть книги, улыбнулись, объясню почему не ютуб. На ютубе конечно есть все, но только если вы точно знаете что ищете, и то вам сначала покажут популярные темы. Что там в фигме обновилось, какие тренды в веб дизайне, идти в веб дизайн или не идти веб дизайн и так далее. Никто вас за ручку не возьмет и не проведет по профессии. Для тех кто не знает что такое книга, я объясню, это что-то вроде мини курса, где автору не надо каждую главу делать хайповой, чтобы ее заметили, он может начать со снов и рассказать всю тему полностью, не боясь что его читатели отвалятся в процессе, если вас что-то заинтересовало детально, вы всегда сможете это загуглить. Могу порекомендовать вам веб дизайн для начинающих, под веб дизайном здесь имеется в виду именно код, html, css и javascript, книга свежая, там и про флексбокс, и про грид, и про гид, и про svg, книга по цене чашки кофе в москве, ссылка будет в описании. Ну а если вам зайдет профессия фронтенда, можно попробовать и курсы, сравнить самые лучшие курсы по цене и прочитать отзывы можно на агрегаторе курсов, ссылка на который тоже будет в описании. Ну и в финале про реальные зарплаты в профессии фронтенд, или фронтендер, я не знаю как правильно, он же верстальщик. Во-первых, если вы зайдете на биржу, а я вам этого ни в коем случае не советую делать, вы можете очень сильно разочароваться. Например, увидев верстку лендинга за 10 тысяч рублей, 40-50 страниц верстки за 25 тысяч рублей, или например, сверстать сайт за полторы тысячи рублей. Причем на эту вакансию уже 62 ответа. Если кто-то предлагает подобное, не обязательно на это соглашаться. Верстальщик, как и дизайнер, продает не только свой код или картинку, он продает свой опыт, берет деньги за срочность и, что важно, берет деньги за то, что он не сбежит на полпути. Адекватные клиенты после пары таких случаев с побегом верстальщика перестают выкладывать свои заказы на биржах. Давайте посмотрим вакансии на Headhunter. Вот самая средняя вакансия 60-80 тысяч рублей на руке. Нужно знать HTML, CSS, JavaScript, уметь верстать адаптивно, иметь опыт работать с препроцессорами, это такие штуки облегчающие написания кода, и уметь все грузить в репозиторий. И, цитирую, английский на уровне чтения документации и адекватного наименования сущностей в коде, т.е. подойдет гугл переводчик, и все, работа ваша. А через 3 года, уже подучив фреймворки английский, вы сможете претендовать на зарплату 240-300 тысяч рублей в месяц на руке. Говорю прям не верю, дизайнер может заработать такое только на фрилансе, введя свой бизнес, и то не каждый месяц. Но таковы сегодняшние реалии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, а в следующем я расскажу про дизайн. Подписывайтесь, мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока.